Простет число жертв теракта на пляже популярного курорта Порт-Эль-Кантауи. По последним данным, погибли 39 человек, пострадавших более 60, среди раненых есть россиянка. В списке погибших граждане Германии, подданные Великобританией и Бельгии. Уже установлена личность боевика, это 23-летний студент, гражданин Туниса и, вероятно, член группировки ИГИЛ. Появилась информация о том, что она взяла на себя ответственность за теракт. Все подробности у Ксении Витвицкой. Эти кадры появились в сети спустя несколько часов после нападения. Видео снял кто-то из отдыхающих прямо из окна своего гостиничного номера. Оттуда было видно, как со стороны пляжа бегут туристы. Несколько секунд и раздается звук выстрелов. Это уже полиция. Террористы ликвидировали. Поначалу МВД Туниса сообщило, что налетчиков было двое. Один из них якобы бежал и был задержан. Позже эту информацию опровергли. Ответственность за нападение на себя взяла группировка ИГИЛ. Причастность боевики подтвердили через свой аккаунт в Твиттере. В сообщении говорится, что атаку на пляж популярного курорта СУС осуществил, цитата, солдат халифата, который смог преодолеть все меры безопасности. Уже называют и имя стрелка. Это гражданин Туниса Сайфуддин Аррески. 23-летний молодой человек учился на техническом факультете одного из местных вузов. Получил диплом бакалавра и перешел в магистратуру. В свободное время, по рассказам однокурсников, посещал собрания в подпольных мечетях. Очевидно, там и попал под влияние радикальных исламистов. Правительство Туниса уже начало проверку религиозных общин объявило о решении закрыть 80 незарегистрированных официальных мечетей. Проповедников могут судить за подстрекательство к насилию. Мы хотим поблагодарить службы безопасности, которые среагировали максимально быстро и ликвидировали стрелка. Война с терроризмом продолжается. Это наш национальный долг. Порт Аль-Кантауи – молодежный курорт. Может, поэтому среди погибших на пляже туристов не оказалось детей, в числе жертв граждане Великобритании, Бельгии, Германии и Туниса. Лидеры европейских государств уже отправили своих специалистов для помощи в расследовании теракта. Точное число погибших устанавливается. Медики из больницы города Сус говорят, что данные могут меняться. Некоторые из раненых в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Мы пристально следим за ситуацией в Тунисе. Трагедия затронула жизни британцев. В первую очередь, потому что погибли наши соотечественники. Пока мы не можем точно сказать, сколько было жертв. Но судя по числу британских отдыхающих в Сусе, наших соотечественников в списке погибших и пострадавших – большинство. Неизвестной остается и судьба немцев, отдыхающих в Порт Аль-Кантауи. Туристическое агентство из Германии сообщило, что их клиенты так и не вышли на связь после трагедии. В Тунисе находится 66 наших клиентов. Они отдыхают как раз в том отеле, рядом с которым произошел теракт. Мы пока не можем связаться с ними. Наши гиды находятся на месте, но район оцеплен полицией и никого не пускают к отелям. К сожалению, вероятность того, что кто-то из граждан Германии мог погибнуть или пострадать в ходе атаки, очень высока. Туристы в спешке покидают Тунис, а те, кто только планировал поездку, сдают путевки. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, наши соотечественники тоже могут рассчитывать на полный возврат денег за билеты. Если МИД или ФСБ признают, что ситуация в арабской стране небезопасна, турагентства обязаны будут вернуть клиентам всю сумму за путевки. Ксения Витвицкая, Вести.